Добрый день! Юдейте Чунка с Латвийского телевидения и Айга Пелане представляет службу новостей Латвийского радио 1. Слушателям, как обычно в этой программе, не только в этой, говорю, участвуйте, если вы хотите, но через интернет, с домашней странички Латвийского радио 4 вы можете присылать нам свои вопросы и комментарии к разговору. Вот такая возможность у вас сегодня есть. Телефон, наверное, включить мы не успеем. Итак, мы все в настоящее время, в общем-то, переживаем за события в Украине, а теперь и за Россию. Как удастся ей, удастся ли миролюбиво, цивилизованным, ну, выйти как бы из создавшейся ситуации, замешанной в которой она оказалась. Ранее сообщалось, что референдум о статусе крымской автономии пройдет 16 марта, а вчера парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России. Какие варианты решений есть у России в такой ситуации? Ну, варианты это решения должны прежде быть не у России, а у Украины, у Киева. И я уже неоднократно встречаюсь в средствах массовой информации с журналистами, радиослушателями, телезрителями, говорил о том, что надо видеть причину главную, почему это происходит сейчас. И причина эта, если не ходить там совсем в дальнюю историю, заключается прежде всего в том острейшем противостоянии, которое произошло в украинском обществе, которое привело к человеческим жертвам. Мирные акции протеста демократические перешли в вооруженные. И был найден 21 февраля выход, как решить это политическим методом острейшую проблему. Было подписано соглашение между властью тогда президентом Януковичем, оппозицией в лице трех фракций украинских. Все сочли, что вот таким образом можно передать власть президентскую от Януковича вновь избранному президенту Украины. С чем согласились в том числе и представители Евросоюза, которые завизировали это соглашение и выступили своего рода гарантами его. Но я даже представить не мог, что так могут развернуть события в Украине. Вместо выполнения этих соглашений начался сначала вооруженный, можно сказать, захват власти, затем принятие ряда решений, ряд которых можно поставить под сомнение их легитимности. Более того, вместо создания по этому соглашению правительства национального единства, а Украина действительно сложное государство, разное настроение разных людей, проживающих в разных частях, создали правительства, как сами они назвали, победителей. Вычеркнув значительные группы населения, проживающие на юге и востоке. Кроме этого, что было сделано, зачем нужно было, если надо примерять общество, надо находить компромиссы в этом обществе, надо мирно жить, принимать одним из первых законов, закон, который отменяет закон о языках. Это воспринято было в ряде регионов Украины, как дальнейшее наступление радикальных сил на украинское общество, которое с таким подходом не согласно. Зачем надо было захватывать администрации в восточных регионах тем вооруженным людям с Майдана? Но это их дела. Да, это их дела, но дела, как вы, наверное, со мной согласитесь, крайне неприличные, если говорить самым мягким языком. Почему в данном случае позволяло те, кто сегодня называют властью в Украине, такие действия, в том числе по варварскому снесению памятников, по разрушению и захвату офисов партий, которые в парламенте представлены, по варварскому убийству людей, которые попадаются под руку в той же партии регионов. Вы как бы по праву державы, как вы великое считаете, что может быть. И в результате получается, что реакция людей, не согласны с такой позицией, опасающихся, что их тоже так же поставят перед фактом и скажут, вот это теперь новая власть с автоматом Калашникова, как это было в ряде регионах Украины. Люди начали защищаться. А так как Крым, там, где проживает огромное количество именно русскоязычных, русских людей, они обратились к России. Если на нас будут нападать не только бандиты, но еще и регулярные части, защитите нас, пожалуйста. Россия готова защищать? Вот почему Россия и оказалась ввязанным в этот конфликт, порожденный в Украине. Россия как ответит тем, кто обратился к ней? Россия уже дала ответы в этой части. Давайте, приведите свои все правовые решения в соответствии с Конституцией Украины. Кому вы дали такой ответ? Украинскому обществу, украинской власти. Если вы читали внимательно или слушали выступления нашего главы государства, который отвечал на все эти вопросы, вы это все слышали. И это слышала в том числе и власть Украины. Так что будет с крымской автономией? Крымская автономия, я не знаю, что будет. Будет, по крайней мере, то, что наметила крымская автономия, провести референдум, спросив народ. Народ, который имеет право сказать, что он думает по этому вопросу. Это один из способов демократического решения вопроса. Но сегодня в Москве уже прибыла крымская делегация из парламента, и которая в Государственной Думе была встречена с аплодисментами. Госпожа Матвиенко, извиняюсь, сказала, что она будет за то, что Крим присоединяется к России. И референдум ведь только 16 марта. Почему такая уже, ну, как бы спешка и, ну, одобрение, что да, мы воспримем. Кто решил, что они уже готовы туда идти, к вам? Ну, я не могу, в данном случае, комментировать то, что говорила и как там, на самом деле, говорила Матвиенко, потому что я в этой не присутствовал. Я вам отвечаю, что позиция, которая была озвучена, насколько я слышал вчера, хотя есть, вроде бы, уже решение о том, чтобы Россия приняла в состав Крымской автономной республикой и так далее. Это то же самое, что Венспилл сказала бы, что они хотят присоединяться где-то в другой стране. Что может быть только рассматриваться только тогда, когда состоится референдум. Тогда будет рассмотрение этого вопроса и тогда будут приниматься решения. А сейчас пока слова, игра, в том числе информационная, которая идет. И я на что обращаю внимание? На что я обращаю внимание? Почему не происходит никакой реакции, никакого осуждения со стороны западных стран тех радикальных вооруженных сил, которые есть в Украине? Почему по соглашению 21 числа не выполняется оно даже в этой части, когда там вроде бы власть уже законная есть, так, по крайней мере, считают в Киеве? Почему не разоружаются отряды правого сектора? Почему они сегодня ставят уже вопрос, откройте арсеналы, дайте нам возможность вооружить своих людей, и мы начнем уже вооруженное восстание не в рамках Киева, а в рамках всей Украины? Почему на то, что было сказано в разговоре министра иностранных дел Астонии, который высказывал озабоченность ситуации, которая произошла и предшествовала тому 21 февраля со снайперами, что есть материалы, которые свидетельствуют о возможности, что этих снайперов, на самом деле не власть, как многие считают, использовала, а были заказаны они теми оппозиционерами, которые, возможно, сегодня даже находятся в Киеве. Если бы не были беспорядки. Почему нет реакции на такого рода прецеденты, я задаю вопрос. То есть, понимаете, получается двойные стандарты. Если что-то делает часть населения Украины, защищая свою позицию, примерно такими же методами, как это делало в западной части Украины, то это совершенно недопустимо. А то, что делалось в западной Украине, то, что совершилось в Киеве, это входит в правило. Почему получается, что в странах, где последнее время проходили перевороты, и где использовались для разжигания страстей и противостояния в обществе, и натравливания народа одного против другого внутри страны, так называемые снайперы, никогда эти снайперы не находились, и всегда свергалась власть, и приходила оппозиция. Вот вопросы, которые я тоже хотел бы задать. На которые нужны ответы. И нужна соответствующая адекватная реакция власти. Кто-то, где-то, с кем-то работал. Если бы все это происходило на территории России, и Россия принимала решительные меры, чтобы это немедленно пресечь, никто бы и вообще голоса не подал. Но так как все это происходит в соседней с вами стране, поэтому у нас и много вопросов. Ну, на каком основании Россия принимает решение разбираться в этом? Может быть, вам надо было вместе с Соединенными Штатами, с Евросоюзом, сообща, создать какую-то комиссию? И расследовать все эти моменты? Да, я думаю, это возмущает многих. И искать, кто, почему, где, кто стрелял и так далее. В любом случае, сейчас заниматься этим делом. Но сегодня получается так. Вот про случай, который я вам рассказал про снайперов, пресса западная вообще молчит. Если послушать выступление и разговор по этому поводу со стороны госпожи Лештан, то она говорит, да это не проблема. Нам надо вот только сделать так, чтобы до выборов нам продержаться. А дальше разберемся. То есть нет контакта с Евросоюзом, Россия. Почему, вот скажите, почему сейчас... Нет желания по-разному толковать очевидные вещи. Я славна вот эти и другие. Почему, вот, вы сказали, что вот интервью латвийской телевидения и каналу всем, что Россия, ну, согласна, что парламент и новый спикер парламента, новые правительства, новые. Ну, вы не согласны то, что случилось с Януковичем. Почему, вот, Россия не говорит с представителем парламента, представителем этого временного правительства. Я так поняла, что нет даже контакта, вот, в Криму представители Верховного ООН. Приехал, и он, бедный, начал бежать, потому что там не было ему там, ну, опасно там. Вот почему нет, вот, я поняла, что сейчас представители ОБСЕ, да, тоже вчера в Крым не попали. Почему вот делать вот такие шаги, чтобы нет вот этого контакта? Может, действительно надо вот... Собраться вместе и прищучить этих виновников. Немножко, ну, и начать разговор, как выйти из кризиса. Ну, кризис, потому что всем ясно, что, что и пока не... Ну, пока надо как-то начать сговориться, как дипломаты говорят. Лучше, лучше говорить, чем Пушки работает, да, ну, ну, вот, вы же согласны, как опытный дипломат. Почему вот это, нет контакта, вот, я так поняла, что украинцы все время говорят, Россия не идет на контакты, Россия не идет на контакты, вот почему? Насколько я слышал, так же, как и вы, президент России, правильно сказали, разложил по полочкам, что, да, действительно, с точки зрения всех событий, которые произошли, в том числе даже из-за захвата использования вооруженных людей в власти, тем не менее, легитимность парламента Украины присутствует, который избрал нового председателя парламента, спикера, господина Турчинова. Потом сформировано правительство, да, я сказал, что это не правительство национального единства, но какое-то правительство есть. И по этому поводу, со стороны нашего президента, даны поручения и правительству России общаться на своем уровне и решать вопросы и текущие, которые возникают, чисто, назовем так, хозяйственно-экономические, и другие, которые находятся в компетенции правительства. То же самое и на уровне парламентов. И, насколько я знаю, у господина Нарышкина разговор с господином Турчиновым по телефону точно был, это было в средствах массовой информации. То есть я использую ту же информацию, которую вы собираете из разных источников. Поэтому говорить, что вообще контактов нет. Такие вялые, я так поняла. Да, и слово вялые было употреблено. И я думаю, что в этой части наш подход, который был предложен, что мы должны положить в основу разговора дальнейшего поиска решения проблем, которые вытекают из того противостояния, которое в украинском обществе есть. Это возвращение ситуации 21 февраля, того соглашения. Но ситуация сейчас поменялась все-таки. Понимаете, вот нет 21 февраля больше. Понятно, что мы не догматики, что невозможно уже что-то, так сказать, один к одному применять, так как это было 21 февраля. Ну, например, совершенно ясно, что 21 февраля президент Янукович обладал властными полномочиями. Москва прервала дипломатические отношения с Украиной. Он не сможет сейчас, естественно, в данном случае никаких властных полномочий получить никогда. Это моя точка зрения. Но, чтобы разрешить вот этот правовой конфликт, который возник, что... Как же так получается? Парламент Украины официально считает, что Янукович свои полномочия прекратил, потому что принято решение... Простите, вот новость только что пришла. О чем может свидетельствовать то, что Россия прекратила дипломатические отношения с Украиной? А в этом сообщает представитель Москвы в ООН Виталий Чуркин. Это что значит? Я не готов комментировать только заголовок этого... Нет, ну тут новость, конечно, не буду я читать. ...заголовок, потому что как же можно по заголовку комментировать все заявление в данном случае? Ну, как бы в российском МИДе обсуждали такой вопрос, что может быть вот такая новость. Что это значит на дипломатическом языке? По крайней мере, если говорить с точки зрения теории вопроса, когда разрываются дипломатические отношения, это крайне плохо. Крайне плохо. Но что-то, я поняла, было состоялось... То есть нет доверия совершенно между странами. Состоялся разговор телефонный между президентом США и России. Значит, они ничем не договорились, если такая новость пришла, да? Ну, я говорю, не могу я комментировать, потому что новость надо, во-первых, всю прочитать, осмыслить ее, а по заголовкам делать суждения, которые сразу выдавать на всю Латвийскую республику, это будет в данном случае не очень ответственно с моей стороны. А Вы не боитесь, что все вот это такая, ну, все это, украинский вопрос, скажем так, что это не приведет вот таким неприятным таким... Для самой России, да? Да, я думаю, для России. Вот чешский министр иностранных дел как-то на днях сказал, что вот это все случилось, если Россия привела войска в Крым, что это такой сигнал, что, ну, не надо, значит, пускать русских. Чехии, они боятся, что хотя бы будет, если будет в стране один русский, значит, в любой момент Россия может прийти и защитить русские права. Вот, понимаете, такая русофобия появляется в многих странах. Вы, Россия это осознает? Это самое печальное, что получается. Вот даже вчера, например, все имя Латвии уже однозначно даются оценки, обвиняется Россия по всех грехах. В то же время никаких негативных оценок тем, кто спровоцировал многие процессы, которые привели к эскалации конфликта, не дается. Это что? Поэтому, я еще раз могу повторить, никаких угроз реальных для других стран не существует со стороны России. И если даже вспомнить то, что говорила Матвиенко, когда встречалась с представителями Крымского парламента, которых мне цитировали, она говорит о том, что речь идет о конкретной ситуации, которая была создана деструктивными силами в Украине, которые представляют угрозу для наших действительно там граждан-соотечественников. Никаких таких угроз не существует ни в Латвии, ни в Чехии, о которой вы говорите, ни в другой любой стране. Ну вот тут комиссар ЭДСО, госпожа Среда Торнцева сказала, что комиссар не констатировал, что в Крыму или другом месте Украины были ущемлены права русскоязычных людей. И она говорит, что вот ее больше волнуют эти следствия, которые вот может возникнуть во время вот этого конфликта Крыму, вот эти какие-то конфликты между этническими общинами, примерно, что может случиться, вот они боятся, если там русские будут при власти, что будет тогда с украинцем и кримским татарами. Понимаете, вот такие вопросы возникают. Где гарантии, что вот эти вопросы действительно будут соблюданы тогда, вот если Россия примет Крым свое объятие или состав, скажем так? Ну, во-первых, вопрос еще не решался и не решен. Это первое. Во-вторых, если говорить о том, что в России живут люди разных национальностей, страна многонациональная и федеративное устройство имеют, и живут в мире в согласии, и никто не ставит никаких вопросов по противостоянию. А вот если какая-то экономия захочет, то... Поэтому вы мне накидываете в разные, так сказать, фантастические ситуации, да? Ну, да, по истории. Знаете, тоже фантастика. Я понимаю, что вы выражаете в том числе и беспокойность людей, которые живут здесь, в Латвийской республике. Я вам ответил, что здесь никаких угроз не существует. Реакция России на конкретные ситуации. Ну, давайте, хорошо, вспомним ситуацию 2008 года. Ой, нет, давайте не будем ничего вспоминать. Нет, так что, вы понимаете, вы экспортируете следующее, так сказать, вот конкретную ситуацию, сразу же раскручивая ее до вселенских масштабов, рисуя, что Россия на любой, в данном случае, маленький инцидент может реагировать жестко. Россия может жестко реагировать только на такие инциденты, которые реально угрожают жизни многих и многих людей, наших соотечественников. И тогда, когда покушается на жизнь наших граждан, как это было в Грузии при нападении на Южную Осетию. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие посол Российской Федерации в Латвии Александр Альбертович Кишняков и журналисты Юлия Тяченко с Латвийского телевидения и Айга Пелане и службы новостей Латвийского радио 1. Есть? Нет? Я вот хотела бы как раз о негражданах, может быть, и продолжить. Все же, есть еще один вопрос, что касается граждан России. Почему так легко и просто Россия готова раздавать гражданство жителям различных стран, не требуя от них ни того, чтобы они жили на территории России, ни того, чтобы они там работали, налоги платили и связывали свое будущее? Ну, как Американ, да? Попробуй получи гражданство и скажи, ой, да нет, я там жить не хочу. Вот этот вопрос в связи с этим, посмотрите, я уже улыбалась, вы еще подумали, что-то я тут улыбаюсь. Вот вопрос от слушателей у меня такой от Валентины. Уважаемый господин Вишняков, хочу спросить вас про российские пенсии. Курс евро в России около 50 рублей. Значит, нам пришлю совсем мизерные пенсии. Что, как нам выжить? То есть раздается гражданство, люди получают пенсии от России. То есть в чем интерес России, чтобы платить эти пенсии? Хорошо, я готов ответить. Что касается, как вы выразились, раздачи гражданства российского. Да, в некоторой степени упрощенная процедура предоставления гражданства для неграждан Латвийской Республики существует. Но в некоторой степени. В чем она в данном случае выражается? Что не является обязательным условием проживания на территории Российской Федерации. Это только вот для этой категории. Но это категория, которую породило латвийское государство. Не признав их гражданами своей страны. Хотя они жили в этой стране и вместе с вами боролись за ее независимость. Второе. Мы никак не стимулируем этот процесс. И он стимулируется только тогда, когда здесь становится более сложно с точки зрения социально-экономической. Мы помните неоднократно, здесь ваши радиостанции говорили. Был всплеск в 2009-2010 году. Вы заморозили свои пенсии. У вас увеличилась значительно безработица. А у вас в чем интерес? Вы в данном случае сделали увеличение возраста пенсионного. И человек начинает выбирать, что делать ему. Не гражданин. Или получить гражданство России, которое по закону прописано было там давно уже. И таким образом получить какую-то гарантированную пенсию для своего проживания. Или же оказаться бомжом здесь, на территории Латвейской республики. И тогда до 5000 человек действительно принимали такое гражданство. Мы отказать не можем, потому что человек нам делает упрек. Я когда-то приехал сюда, ну, так сказать, в единое государство. А оказался в этой части бывшего единого государства изгоем. И вы, Россия, моя историческая родина, не бросайте меня. Хоть такой ситуации поддержите. Как реагируем? Вот так и реагируем. Кстати, в последнее время, когда вот здесь уже из кризиса выход в какой-то мере стал просматриваться, то тогда количество обращающихся за этим гражданством сократилось там до 2,5. В прошлом году где-то около 3000 было. При этом в данном плане Россия гарантирует перечисление пенсий. И это делает, и индексирует их. Что касается того, что сейчас изменился курс, да, вот все эти события, конечно, наложили определенный отпечаток и на экономическую, финансовую составляющую. Если доллар был где-то 3 месяца назад около 30 рублей, то теперь он 35-36 рублей. Да, наши экономисты, наши финансисты в правительстве Российской Федерации говорят о том, что это одна из временных, возможно, мер. Но в то же время определяет рынок цену этого рубля, этого доллара, этого евро. Ну, Россия не только теряет курс рубля, но из фондовых рынков уходят деньги, и инвесторы покидают Россию. Как Вы собираетесь в этой ситуации возвращать эти деньги в Россию? Потому что это, если конфликт с Украиной будет нагнетаться, то, ну, и хуже станет российской экономики. Вашим людям же будет хуже. Вы правильно говорите, что любой конфликт порождает определенную неуверенность, попытка защитить свои соответствующие активы и застраховаться. Но в то же время я убежден, что в конечном итоге конфликт должен завершиться, завершиться мирным путем. И в конце концов дым рассеется, пыль осядет, и те же бизнесмены, те же финансисты поймут, что надо продолжать сотрудничество, надо взаимодействовать. Мы живем в едином мире, мир, который имеет общую кооперацию по многим вопросам экономических связей, и альтернативы все равно этому не существует. Скажите, вот эта вся нестабильность более-менее связана, и экономика боится более-менее, вот действительно, эти российские войска, которые сейчас вышли, как мы читаем, из военной базы и везде в Крыму. Это есть такой дестабилизирующий фактор для экономики вообще. Скажите, вот как вы прогнозируете, когда вот российские войска вот вернется в своих базах, о чем говорят и иностранные все эксперты, иностранные государства? Как вам кажется, ну сколько недолго там будет стоять так? Во-первых, вы просто так пугаете какими-то войсками, которые огромное количество и так далее. Картина и какая? Я даже где-то два дня назад читал первые отзывы вашего посла, посла Латвии в Украине, который приехал туда, в Симферополь, и первое ее впечатление было, во-первых, нет этого огромной массы никаких вооруженных людей. Вы впечатление, да, но вчера ее грубо обругали и выдвинули, выгнали. То есть вы говорите о какой-то милитаризации. В то же время идет нормальная там жизнь, люди живут, общаются, обсуждают, где-то даже пикеты какие-то проводят, но никакого насилия, никакого противостояния вооруженного на территории нет. И вот вы не даете оценки, я так и не услышал ни от вас, так же, как не слышу этой оценки от европейского сообщества, от Америки в том числе, того, что я копиющий факт называл захват администрации вооруженными людьми в части регионов Украины, про снайпера, который говорил в данном случае. Я склоняюсь на то, чтобы эти вопросы... Я склоняюсь на то, что, например, это не то, что я предоставлю, что это не то, что я должен решать с какой-то межгосударственной или не знаю каким-то комиссией, которая вот с взглядом просто снаружи или как нейтральным взглядом посмотрела, сложила и тогда дала своей оценкой. Потому что все стоят... Вот СССР, Украина замешана, Россия замешана, Крымская. Да, Америка замешана. Да, все. Лучше там сделать какой-то комиссии, не знаю, международных наблюдателей, международные какие-то, не знаю, как, например, в Грузии стоят там международные эти, ну, новые роты, а их наблюдатели стоят на там, на рубеже, там, ну, спокойно, да? В Украине невозможно в Крыму ввести этих наблюдателей, чтобы они контролировали ситуацию, и все были довольны, начали разбираться, и все. Пока-то не разобраться, да, ситуация такая. Да, но в Крыму-то, я говорю, в данном случае, никто ни с кем не воюет. Ну, войска там внутри, говорят, что это последние дамы, и там 30 тысяч. Если говорить референдум, то, конечно, референдум должен проходить так, чтобы было понятно, что именно воля народа истинно выражается. Для этого наблюдатели должны быть, конечно. Ну, еще, да, по референдуму, вот, американский госсекретарь сказал, что почему тогда референдум только в Крыму? Почему, ну, вот, как он объясняет, что Крым – это часть Украины, это вся Украина, значит, референдум должен быть на всей части Украины. Что делать с вот этой нашей частью Крымом? Отдавать или не отдавать побольше автономии? Почему только в Крыму, а не всю, весь украинский народ бы решал этот вопрос? Ну, вы не отрицаете, что участие населения, спросить его мнение по тому или иному вопросу, острому, как мы сейчас поняли, и так далее, это одна из возможностей демократических. Это намного лучше, чем заливать коктейлями Молотова правоохранительные структуры. Это намного лучше использовать стайперов для возбуждения общественности и захвата власти. Согласны? Ну, понимаете, опять этим снайпером. Ну, а как? А как в этом случае? Там же, я говорю, что там этот вопрос очень сложный, там можно так и говорить, что там и третья сторона, может быть, так вчерашние разговоры, которые, как заметили, почему вот такие телефонные разговоры всегда всплывают в русском интернете и нигде на Западе. Вот тоже вопрос возникал сразу, да? А почему такие разговоры вообще ведут политики и показывают свое в данном случае лицо, что они этими процессами управляют и за ниточки дергают соответствующее? Это вас не волнует? Не волнует почему? Как вот такие... Как это не волнует? Вас не волнует то, что они дергают за ниточки вплоть до использования снайперов для захвата власти? Меня волнует, почему украинец в Киеве не может высказать свое мнение о том, что делать с Крымом? Почему вам нужен так Крым? Ну, чем он интересен? Россия и Крым, если бы не было тех обстоятельств, о которых мы с вами говорили, и от которых вы хотите уйти, а перевести только в ту плоскость, конечно, не представлял интереса и необходимости туда обращать внимание и отвечать на их вопрос по защите русскоязычного населения, граждан России, и в том числе законно находящихся там. А сколько процентов там граждан России конкретно? Это первая часть от моего ответа. А когда развернулись те события, которые я вам наглядно показывал, и вы соглашаетесь, что это крайне неприглядные картины, это крайне неприглядное поведение определенных сил в Украине, которые не получают соответствующего суждения, это очень и очень печально. Есть интересы, я понимаю, у Соединенных Штатов Америки. А у России в Крыму нет. Есть интересы определенные, интересы у Европейского Союза, который был очень заинтересован, как можно быстрее добиться того, чтобы в рамках Восточного партнерства Украина подписала соглашение, ассоциация с Евросоюзом. Но зачем так обострять ситуацию было со стороны этих сил, при этом отлично понимая, что и у России есть интересы в этом регионе. Почему тогда, когда все это начиналось, нельзя было вести эти разговоры втроем, а не вдвоем, а игнорируя вообще Россию в этих вопросах, и давая возможности даже познакомиться с документами. Почему тот договор, который предлагался к подписанию по ассоциации Украины с Евросоюзом, предусматривал с одной стороны зону свободной торговли Евросоюза с Украиной. Хорошее дело. Я не отрицаю в данном случае. Но почему ничего не проговаривалось и не давалась информация до определенного времени нашей стране о том, что если это происходит, то надо пересматривать все отношения, которые есть у Украины с Россией. Потому что у нас с ними уже работает договор о свободной торговле. А вы знаете хорошо, если начинает действовать договор о свободной торговле Украины и Евросоюза, у кого промышленность более развитая, у кого товары более качественные, конечно, у стран Евросоюза, которые пойдут активно на территорию Украины. Вы хотели защищать русский рынок, ну скажем так? Конечно. И мы, естественно, очень не хотели бы, так у нас нет соглашения по этому поводу с Евросоюзом, чтобы нам потом эти товары еще через Украину хладили и к нам. Нам надо защитить нашего, в данном случае, производителя, наши отечественные интересы. И мы прямо по этому поводу говорили, дорогие наши братья-украинцы, вы это просчитали? Вы понимаете, что ваше производство все будет неконкурентно с теми товарами, которые будут поставляться в Северсоюзе? То есть вам надо его перестраивать. А это очень болезненный процесс. Латвия его на себе испытала. Вы же теперь не имеете, например, тех некоторых промышленностей, которые когда-то приносили неплохие возможности заработков для людей соответствующих. Это же так. Для этого нужны были переговоры серьезные, нужны компенсационные были меры соответствующих людей. А что получилось? Получилось, давайте, любым путем. Не получается подписания. Начинаем в данном случае обострение вплоть до выхода людей на митинги. И митинги это не имеет право на жизнь. Но вооруженные, так сказать, люди на митингах, это уже не демократия, это уже не европейские ценности. Согласитесь? Почему референдум проводится в такой спешке? Спрашивает Людмила. Дайте народу успокоиться, выбрать президента. Даже развод в семье так быстро не происходит. Устами народа глаголит истина. Согласен. А почему в данном случае создали революционную ситуацию? Мы уже создали, сегодня надо выходить. Так вот, там революционный подход. С другой стороны революционный подход. Там, со стороны некоторых вплоть до вооруженных захватов, здесь, слава Богу, без вооруженных захватов через спрос и сбор мнения народа. И очень неоднозначен это мнение. Ни там, ни сям, нигде. Везде полно этих мнений. Об этом опять же свидетельствуют наши слушатели. Посмотрите, один пишет, Татьяна пишет. Благодарна Александру Альбертовичу за терпение. Прошу не оправдываться за необходимые действия Родины России. Русские Латвийские республики молятся за скорейшее присоединение и Украины, и Балтики к России. Просим. Просим также дать гражданство Родины быстро и бесплатно, чтобы нам ощущать себя защищенными от издевательства в Латвии и западного мракобесия. Одна слушательница. И вот слушатель еще один присылает. Кого вы пригласили? Объявляю бойкот Латвийскому радио 4. То есть и в нашей маленькой Латвии, в нашей небольшой аудитории люди мыслят по-разному. А там уже практически война. Они не просто мыслят по-разному, они уже воюют. Давайте слово война не употреблять. Потому что слово, знаете, оно имеет материальность. Поэтому давайте в этой части остывать. Но спокойно, очень неспокойно. Спокойствие должно быть в нашей студии. Спокойствие должно быть в латвийском обществе. Там очень неспокойно. И в этой части, в то, что от нас зависит, каждый из нас на своем месте должен носить маленькую толику. В то, чтобы было именно на холодную голову принимались решения, от которых зависит наше будущее. Следующий вопрос с этим и связан. Сегодня утром в одной из телепрограмм наш бывший глава Сатверсмеса и Саддебесбиро, Бюро по защите Сатверсмеса, господин Кажут, ценящий такую мысль сказал. Россия в свое время спасла Соединенные Штаты в вопросе Сирии от провала их политики. Там Штаты завязали. Ну, я так интерпретирую очень быстро. Россия, мол, выручила. Может ли сегодня Россия надеяться на поддержку Соединенных Штатов в этой непростой ситуации с Украиной? Ну, по большому счету, это было бы правильно, если бы две большие державы и Россия, и Соединенные Штаты Америки нашли общий язык в этом вопросе. Возможно ли дипломатический диалог и конструктивное сотрудничество по этому вопросу и между Соединенными Штатами, Евросоюзом, Россией? Вот так спокойно. По крайней мере, если вы меня спрашиваете, то я могу в данном случае четко и ясно сказать, диалог это всегда то, что может спасти от крайних ситуаций. И в этой части никогда нельзя его никогда снимать с повестки дня. Наметки есть такого диалога? Ну, я же в данном случае здесь сидящий перед вами один из граждан Российской Федерации, да, имеющий официальный статус. Но нет тот, кто принимает окончательное решение. Но, еще раз говорю, здравый смысл любого политика, любого государства заключается в том, что надо вести диалог и дипломатическими методами решать любую проблему. И вы совершенно правильно напомнили ситуацию. Вроде бы уже все, даже смирились я, скажу такое слово, что Америка вдарит по Сирии. Помните, ситуация была? Но, в конечном итоге, предложенный вариант выхода из этого положения России был принят. И в конечном итоге он позволил дипломатическими методами, политическими методами остановить уже почти неминуемую, казалось, войну, вооруженное вторжение Соединенных Штатов Америки в Сирийскую Республику. Поэтому, я и сейчас говорю, уж точно мы не перешли какие-то там крайности и грани для того, чтобы именно диалогом, политическими методами решить и экстраординарную ситуацию, которая сложилась в Украине. Которая, к сожалению, зашла слишком далеко. Ну, я не знаю, тут всегда такой вопрос возникает, тоже многие спрашивают, ну, не так ли, может быть, Россия такие действия начала в Криме, потому что Россия, общество тоже волнуется. И Украина такой нехороший пример для России, там у вас оппозиция тоже такая, примерно, почему там много демонстрантов задерживает, вот, которые там против войны было. Ну, такая ситуация тоже народу волнует, почему, может, такой вариант тоже актуальный. То есть, вы хотите сказать о том, что это отвлечение от внутренних проблем в России? Ну, такое мнение бывает, знаете, как народ всяко думает. То, что в России есть проблемы, да, есть, но то, что они имеют какой-то угрожающий характер, тем более подталкивающий государственно такие шаги, о которых вы говорите, это я отрицаю. И в завершении нашего серьезного, волнительного разговора, я прошу прощения, если, может быть, я вас перебивала как господина посла, это недопустимо, но в программе действующие лица, увы, это уже становится практикой. Причем, вы можете, потому что вы ведущий, тем более вы женщина, а впереди у нас красивый весенний праздник, 8 марта. Поэтому я вот сожалею, что я сегодня не захватил сюда цветы, в эту студию, но я постараюсь исправиться. И после того, как сейчас я вернусь на свое рабочее место в посольство, вам в букет цветов, вам, всем женщинам, слушающим сегодня нашу передачу, я таким образом хочу подойти. Женщины все-все очень переживают и волнуются за, в том числе, за ситуацию в Украине. Конечно, я не знаю, как мужчины, они там воины в душе, но для женщин очень важно, чтобы все-таки эти мужчины одумались, остановились, как-то усеялись за этот стол переговоров и нашли компромисс, нашли мирное, спокойное решение, которое, конечно, не будет устраивать всех, но чтобы все поняли, что это самое разумное в этой ситуации, что можно придумать. Ну что ж, женщины всегда мудры и, может, иногда мудрее мужчин. Поэтому спасибо вам за такое завершение. А я поздравляю с наступающим праздником, и я надеюсь, я верю, что все-таки у нас будет мир, у нас будет весна, у нас будут те ожидания, которые мы лучше связываем с будущим, обязательно сбываться. Чтобы Бог не оставил тех, от кого зависит решение этой проблемы. Спасибо. И надеемся на мудрость наших руководителей. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Действующие лица» в ней. Приняли участие чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Латвии Александр Вишняков, журналисты Айга Пелланы из службы новостей Латвийского радио 1 и Юрия Тачунга из службы новостей Латвийского телевидения. Программу привела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Рита Карнача. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо за эту встречу всем. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!